Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания AvinOptionSignals и сегодня у нас на рассмотрении гистограммный индикатор для бинарных опционов DPO. Данный индикатор имеет два вида сигналов, один из них это поиск дивергенции, но мы будем рассматривать базовый вариант. Базовый вариант заключается в том, чтобы входить в сделку при смене цвета индикатора. Для поисков сигнала по данному индикатору используется таймфрейм 5 минут и сделки совершаются также с экспирацией 5 минут. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки индикатора также остаются по умолчанию, но если вы не хотите настраивать самостоятельно график, в конце статьи можно будет скачать сам индикатор и шаблон. Теперь давайте рассмотрим правила торговли с помощью данного индикатора. Первое, что хочется сказать, это то, что данный индикатор, как и любой другой, будет показывать лучшие результаты при работе по тренду. Но это условие не является обязательным и торговать с данным индикатором можно и в любых других ситуациях. Все зависит лишь от вашего стиля торговли. И как уже говорилось выше, данный индикатор можно легко использовать для торговли при помощи дивергенции. Подробнее о дивергенциях можно узнать, перейдя по ссылкам из статьи. Это два индикатора, в которых подробно описана работа по дивергенциям. А мы же рассмотрим базовые сигналы. Стоит отметить, что торговля с помощью данного индикатора имеет очень простые правила, что с легкостью подойдет новичкам в торговле бинарными опционами. Так как все, что нужно для входа в сделку, это смена цвета индикатора. Давайте рассмотрим все это более подробно на графике. Для открытия опциона call или выше, все что нам нужно, это чтобы поменялся цвет индикатора с красного на зеленый, как в данном случае. И после закрытия свечи мы можем открыть опцион call. Для опциона put или ниже действуют обратные правила. Нам нужно, чтобы индикатор поменял цвет с зеленого на красный и после закрытия свечи можно войти в позицию. Прежде чем перейти к совершению реальных сделок, хотелось бы отметить, что индикатор DPO очень похож на такие индикаторы, как MACD и OSMA. Давайте добавим их на график и посмотрим, так ли это на самом деле. Добавляем индикатор MACD и второй индикатор. Как можно видеть, значения всех трех индикаторов абсолютно разные и каждый из них работает по-своему. Соответственно, сигналы, выдаваемые этими индикаторами, будут абсолютно разные. А теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету с помощью индикатора DPO. Добавляем индикатор. Добавляем индикатор. Добавляем индикатор. Добавляем индикатор. Продолжение следует... 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 экране из которых 3 в плюс и одна в минус обратите внимание на то что завышать торговый объем стоит только в том случае если у вас есть дополнительные средства на счету и вы можете позволить себе потерять двойной торговый объем но если средств остается мало то лучше не нарушать правила money менеджмента так как это всегда приведет к потере депозита если данная информация была для вас полезна не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал чтобы не пропустить новые обзоры стратегий и индикаторов а также видео на интересные темы удачной торговли